Здравствуйте! Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель и мои коллеги из службы новостей телеканала Хабар 24 готовы подвести итоги и рассказать о самом важном в стране и мире. Буквально через несколько секунд в столице зажгут новогодние елки. Из-за действующих ограничений администрация города попросила жителей принять участие в онлайн режиме. В парке на территории Экспо находится наш корреспондент Иван Тулинов. Он на прямой связи со студией. Ваня, какие ощущения? Чувствуется ли праздник? Да, приветствую Сергей. Мы действительно находимся на территории Экспо рядом с главной елкой страны. Ну, главная столичная елка, она и является главной елкой страны. И вот хочу поделиться своими наблюдениями о том, как люди отреагировали на вот момент самого зажжения. Хотя вот сейчас, как мы видим, да, елка совершенно не включена. Но вот именно перед восьмью часами, к моменту, когда планируется ее зажжение, здесь вот стало появляться, стало собираться большое количество людей. Ну, вот как видно, здесь сюда пришли с семьями, с детьми. Ну, несмотря на то, что и столичная администрация попросила все-таки проследить за церемонией зажжения в онлайн-формате, не помешали столичным жителям и довольно такие суровые погодные условия. Сейчас температура воздуха около минус 20 градусов. И, ну, я вот думаю, что сейчас все как раз таки вот в ожидании того момента, когда будет зажжена главное украшение этого года. Ну, что ж, я предлагаю сейчас и увидеть сам момент. Все так случилось одномоментно. Люди встретили зажжение таким одобрительным возгласом. Ну, если в предыдущие года этот процесс сопровождался такой праздничной программой, то сейчас можно видеть, что, ну, произошло зажжение, да, на шаре Нур-Алем транслируется поздравление с Новым годом, с предстоящим праздником. Ну, судя по всему, процесс зажжения главной елки страны вот выглядит в этом году именно так. Ну, что ж, главная елка страны расположена на территории Экспо. Экспо устанавливать здесь главную елку было принято решение с 2017 года, когда в целом был построен этот район, район территории выставочного, выставочного комплекса Экспо. Ну, да, я вижу, что, судя по всему, момент зажжения мы увидели, и, как бы, дальнейших каких-то праздничных программ или прочего не планируется. Ну, я добавлю, что сегодня днем столичная администрация разместила в социальных сетях видеоролик с призывом участвовать в предстоящих новогодних праздниках в онлайн-режиме. Предусмотрены три хэштега, с помощью которых можно опубликовать, как устанавливается дома новогодняя елка, как делаются добрые дела. Эти хэштеги получили название «Мир МД был одет», «Доброта, образ жизни», «Модно быть добрым». Ну, так как Новый год, видимо, ассоциируется и с новыми делами, и с переменами, каким-то лучшим и более... какой-то лучшим переменам, да. Вот, ну, судя по всему, этого момента мы дождались. Теперь с этого, с этих минут можно вести такой официальный отчет накануне новогодних праздников и накануне Нового года. Сергей, я думаю, что возвращаю слово. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на них. Ну, все-таки, Ваня, ну, чувствуется ли праздник? Так и не ответил. Да, точно, ты как раз задал этот вопрос. Ну, что касается праздничного настроения, то здесь, ну, вот сейчас, видимо, с новогодней елкой зажглись. Я вижу и такие мини-инсталляции в виде елок. Звучит музыка. Здесь установлен каток. Традиционно он здесь, на территории Экспо, организуется. Звучит музыка. Ну, и я думаю, что... Ну, вот и смотрю, еще какой-то такой тоннель новогодний здесь рядом зажегся. Так что, я думаю, что именно здесь как раз и начинается та атмосфера праздника, которая будет распространяться, ну, и по всему городу, и... Чего по всему городу? По всей стране. Ну, что ж, Ваня, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Ты у нас как на передовой. С праздником. Ну, что ж, спасибо, Иван. Спасибо, Сергей, вас тоже и всех зрителей с наступающим. Я напомню, в церемонии онлайн зажжения елки был мой коллега Иван Тулинов. Другим темам. Фармацевтический завод Караганды выпустил пробную партию вакцин от COVID-19, которую отправили в Москву для проведения контроля качества. Напомню, производство спутника АВИ в шахтерской столице – результат договоренности президентов Казахстана и России. Это первая зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гомолея. В России прививку получили уже больше 100 тысяч человек. Марина Золотарева побывала на предприятии и расскажет подробности. На Карагандинском заводе производят готовую форму вакцины и субстанции, созданной на биотехнологических предприятиях России. Проще говоря, здесь ее разливают в емкости и подвергают шоковой заморозке. Перевозить ее нужно в термоконтейнерах, где поддерживается температура минус 20 градусов. В случае разморозки вакцины она подлежит уничтожению. Пробную партию уже отправили разработчикам. Через месяц, как анализ будет проведен, будет подана в Министерство здравоохранения Казахстана заявка, досье на регистрацию. После этого можно будет вакцину уже производить в промышленных масштабах. Вакцина состоит из двух компонентов. Мы наработали по три валидационные серии каждого компонента. Каждый компонент, это по-моему, 2000 доз. За пять месяцев на Карагандинском заводе планируют выпустить 2 миллиона доз. Первая вакцинация предполагается в феврале. Сначала прививки получат казахстанцы, работающие на передовой. Это медики, это педагоги, это правоохранительные органы, чтобы, в первую очередь, если есть какие-то острые заболевания на сегодняшний день, даже может быть грипп, это может быть насморк. При таких случаях лучше организм полностью выздороветь. Ну и, конечно, могут быть противопоказания хронические. В Минздраве рассматривают возможность производства на Карагандинском заводе и казахстанской вакцины против коронавируса. Напомню, КАСКОВИД-ИН, разработанная в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, сейчас проходит клинические испытания. Марина Золотарева, Сайла Уигликов, Аслан Демисбаев, Караганда, Хабар, 24. Больше 2000 казахстанских военнослужащих заразились коронавирусом с начала пандемии. Около сотни из них продолжают получать лечение в медицинских учреждениях. Цифры озвучил сегодня министр обороны Нурлан Ермикбаев. По его словам, военные, наряду с представителями многих других гражданских профессий, также оказались в зоне риска. 13 тысяч солдат и офицеров дезинфицировали улицы, помогали в транспортировке грузов, в том числе медикаментов, а также несли службу на блокпостах. Отмечу, Казахстан в лидерах по числу задействованных военных в борьбе с коронавирусом. Максимальную поддержку казахстанцам оказывает военно-медицинская служба. Сформированный полевой госпиталь в Таразе, медицинский комплекс в Актубе, два мобильных отделения в военных лазаретах и 23 врачебно-сестринские лаборатории. Данные подразделения готовы оперативно выдвинуться в любой регион страны для оказания помощи людям. Также Нурлан Ермикбаев отметил, что в планах ведомства подготовка специалистов для отправки в рамках миротворческой миссии. Напомню, в Ливане сейчас находится 4-я казахстанская миротворческая рота в составе 120 военнослужащих. Между Мангистауской и Атырауской областями установят круглосуточный санитарный пост. Такое решение принято из-за того, что Атырау уже длительный период находится в красной зоне. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области. Тем не менее, жители региона, работающие в соседней области, могут свободно пересекать санитарные посты. А еще разрешено передвижение поставщиков продуктов питания и лекарств. Ужесточать карантинные требования в целом будут с 25 декабря. Работу рынков сокращают до 6 вечера. Ограничения коснутся торгово-игровых центров и кинотеатров. По строгим запретам утренники для детей, корпоративы и посиделки. 70% офисных работников переведут на удаленку. В этом году встреча Нового года будет дословно нести особенность. Встречать его будем, рекомендуем встречать в семейном кругу. Все виды массовых мероприятий будут запрещены. Также на сегодняшний день принято решение ограничить деятельность объектов туризма и организации в сфере проживания населения. Работа гостиниц, отелей, домов, отдыха, хостелов, туристических баз будет ограничена до 50% наполнеемости. С целью уменьшения контакта. 45 новых случаев COVID-19 за последние сутки выявили в Западном Казахстане. Причем в половине случаев вирус обнаружили при обследовании контактных лиц. Общее число инфицированных там приблизилось к 9 тысячам. Напомню, регион снова перешел в желтую зону по темпам распространения коронавируса. Постановлением главного санврача области запрещены все новогодние утренники, корпоративы и банкеты. Санэпидемиологи рекомендуют проводить праздники в узком семейном кругу. Ежедневно в области регистрируется свыше 30 случаев. С 1 декабря зарегистрированы 790 случаев. На данный момент 56,1% заболевших коронавирусной инфекцией приходится на город Уральск. Это значит 4979 случаев. Просим наших жителей соблюдать все санитарные требования, чтобы не оказаться в красной зоне. К другим темам. 276 международных наблюдателей получили аккредитацию на предстоящие выборы в Казахстане. Это представители иностранных государств и международных организаций. Об этом сегодня сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова. Кроме того, на заседании комиссии огласили число избирателей. В ЦИКе отметили, каждый гражданин вправе проверить себя в списках избирателей и обжаловать не включение или исключение из списка, а также допущенные неточные данные о себе. В настоящее время в ЦИК представлены сведения об 11 млн. 918 тыс. 42 граждан, включенных местными исполнительными органами в списки избирателей. В настоящее время начата работа по сверке представленных списков. В случае установления ЦИК повторного включения отдельных граждан в списки избирателей, сведения о них будут направлены в соответствующие местные исполнительные органы и избирательные комиссии. Непартийные наблюдатели не должны вмешиваться в избирательный процесс. Их главная задача беспристрастно и объективно следить за ходом голосования и в случае обнаружения нарушений их зафиксировать. Об этом сегодня в столице говорили на очередной встрече партийных и непартийных наблюдателей. Миссия последних начнется в день самих выборов. А пока есть время для обмена опытом и подготовки. По планам на каждом избирательном участке Казахстана будут присутствовать два наблюдателя от общественных объединений. Участники встречи поделились мнениями о том, как сделать выборы максимально прозрачными. Никто не должен пользоваться служебным положением, административного давления не должно быть. И не должно быть носительных призывов, они должны пресекаться. Нам важно о том, чтобы на участках все прошло цивилизованно. В Караганде прошел обучающий семинар для непартийных наблюдателей за выборами депутатов Мажелиса парламента и Маслихатов. Их главная задача – обеспечить прозрачность и законность голосования. Слушатели познакомили с кодексом поведения непартийного наблюдателя, а также с международным опытом проведения выборной кампании. Обучающие семинары проходят не только в Караганде, но и в других городах и районах области. Отмечу, в регионе за электоральным процессом будут следить больше 5000 непартийных наблюдателей. Обучаем основам законодательств Республики Казахстан, правилам наблюдения за выбором, изучаем мировой опыт наблюдения. И также готовим максимально обученных людей для того, чтобы обеспечить бесперебойный процесс выборов. А теперь ситуации в мире. Предприятия закрывают, уровень безработицы растет. От коронавируса пострадали экономики всех стран. Особенно сильно пандемия ударила по туристической отрасли, и новогодний туризм не стал исключением. Некогда шумные улицы Европы сейчас пустые и спокойные. Отелям Турции и Египта запретили устраивать вечеринки. Подробнее обо всем в обзоре Асем Хасенк-Зы. Вот тем не менее, несмотря на запреты, некоторые турецкие отели продолжают продавать туристам новогодние пакеты с включенным праздничным ужином и шоу-программой. Всем, кто хотел встретить 2021 год на берегу моря, придется придерживаться дополнительных ограничений. Про музыку и танцы в полночь можно забыть. В отелях запретили праздничные вечеринки. Как отметили в МВД, под строжайшим запретом все развлекательные программы. Также после 22 часов в гостиницах запрещено любое музыкальное сопровождение, в том числе в ресторанах. Ограничения будут действовать на новогодние праздники с 31 декабря по 4 января. На такие же меры пошли в Египте. Там считают, что ограничения позволят избежать скопления туристов в небольших помещениях в период праздников. Нарушителям грозят большие штрафы. Ну а следить за выполнением предписаний будут тайные и упономоченные. Эксперты считают, что новые меры вряд ли усугубят положение дел. Загрузка отелей на праздники ожидается слабой, в том числе из-за запрета кальянов. За год число туристов в Египте сократилось с 13 до 3 миллионов. Популярные места зимнего отдыха закрывает Южная Корея. Например, горнолыжные курорты меры будут действовать до 3 января. В стране зафиксировали самое высокое суточное число умерших от коронавируса. А выходные там поставили рекорд по числу новых зараженных за день. Власти призвали жителей соблюдать осторожность в новогодние праздники. Мы запретим людям собираться на объектах зимних видов спорта, таких как горнолыжные курорты, санные парки и катки, поскольку в людных ресторанах и гостиницах на их территориях риск заражения возрастает. В традиционно туристической Франции подсчитывают убытки от пандемии. Цифры разнятся. Национальный институт статистики прогнозирует 6 миллиардов евро. Частные компании в 10 раз больше. Несмотря на недавний выход страны из локдауна, отели, рестораны и музеи не скоро смогут принять туристов. Почему? Готова рассказать наш корреспондент в Париже Алия Сыздыкова. Алия, добрый вечер. Вижу, что вы находитесь перед Лувром на площади пустына, даже несмотря на то, что скоро Рождество. Такая картина уже стала нормой? Добрый вечер всем. К этому сложно привыкнуть, но вот такие пустынные площади не только перед Лувром, но и перед другими парижскими достопримечательностями туристов практически нет. Музеи в стране закрыты до следующего года, как и кафе, рестораны, киноконцертные залы, парки, развлечения. На фоне довольно грустной картины ожидалось некоторое оживление в период рождественских каникул с прибытием европейских туристов, в том числе и из Великобритании. Но вы знаете, что вечером в воскресенье Франция полностью закрыла границу Соединенным Королевством, и это очень сильно расстроило французских владельцев отелей. Финансовые потери туризма к этой сфере относятся гостиничный бизнес, ресторация, развлечения, культурные учреждения, транспорт, торговля сувенирами. Все это очень сложно подсчитать. Официальные данные говорят о том, что к лету только в Париж приехало на 14 миллионов туристов меньше обычного. Итоги второго полугодия появятся позже, но уже ясно, что потери значительные. Вы озвучили цифру от 6 до 60 миллиардов евро. Государство пытается спасти ситуацию, выплачивая пособия по временной безработице работникам тех компаний, чья деятельность запрещена в период действия санитарных ограничений. И продлится это до февраля следующего года. Но скажу, что даже эта мера не спасает. В стране уже начались массовые сокращения. Асим. Алия, а вот с появлением вакцины может быть видна и перспектива, что туристы вернутся в Париж? Эксперты компании про туризм прогнозируют восстановление туристической отрасли лишь во второй половине 2021 года. И в принципе это совпадает с календарем вакцинации против коронавирусной инфекции во Франции. Она будет проводиться поэтапно и продлиться долгие месяцы. Поэтому туристам, в том числе и казахстанским, в очередной раз придется запастись терпением, поскольку границы, по всей видимости, откроются еще не скоро. Спасибо. На потерях в сфере туризма во Франции рассказала Алия Сыздыкова. Коронавирус сбросил тень на празднование Рождества в Вифлееме. С улиц пропали тысячи паломников, которые обычно приезжают туда в это время года. Закрыты рестораны, отели, магазины. Знаменитая служба зажигания рождественской ели была ограничена небольшой группой лиц. Для Вифлеема, который сильно зависит от туризма, это стало катастрофой. Как и для курортного города Эйлат на побережье Красного моря. Там почти 80% жителей трудятся в сфере туризма. И если до пандемии уровень безработицы составлял всего 3%, то сейчас 75%. Это как город-призрак, в нем ничего нет. Я могу сказать вам, на собственном опыте работы нет. Вот такая вот обстановка. У меня на этом все. Передаю слово вам. Ну что ж, спасибо. Я только хотел напомнить, что все-таки Рождество и Новый год – это семейный праздник. Поэтому не стоит куда-то выходить и выдвигаться, тем более в такой период. Спасибо. С Международным блоком была Асем Хасен Кызы, а мы продолжаем. Продолжение следует. Суть для Казахстана, как и для всего мира, был очень непростым. Но реформирование правоохранительной системы, которым сегодня так нуждается наша страна, в целом проходило успешно. В наступающем году курс на реформы будет продолжен. Это способствует принятию новых законов. Уже 31 декабря в силу вступит закон об усилении прав граждан в уголовном процессе. У нас появилась так называемая трехзвенная модель уголовного процесса. С этого момента любые ключевые процессуальные решения, которые затрагивают конституционные права наших граждан, будут согласовываться и утверждаться прокурорами. То есть без их утверждения она не будет юридической силы иметь. Прокурор должен тщательно, объективно изучить все материалы уголовного дела, посмотреть объективно, действительно ли имеет место совершение преступлений. Этот гражданин совершил преступление или другие, после этого только он или дает согласие, или отказывает согласование. То есть этим он не будет вовлекать граждан в орбиту уголовного процесса. Еще одна задача в области реформирования – это создание современной технологичной системы в органах внутренних дел. И самое главное, она должна пользоваться доверием населения. У нас формируется так называемая сервисная полиция. К настоящему времени упразднено 106 излишних управленческих звеньев и почти полторы тысячи руководящих должностей. Численность органов внутренних дел сокращена на 11%. Сегодня по количеству полицейских страна находится на среднеевропейском уровне. Следующим этапом станет улучшение процесса отбора и подготовки кадров, исключение несвойственных функций и переход на новые форматы работы с населением. Это продолжение общего курса, но в то же время это уже учет новых обстоятельств, в которых сегодня находится наша страна, наше общество. Это ответ на те вызовы, с которыми сталкивается наше государство. И значительная часть законов и других нормативных правовых актов уже принята, но очень много предстоит еще дальше работать. В уходящем году в стране разработан новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Сейчас Верховный суд совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством цифрового развития проводит большую подготовительную работу. Ее цель – связать все государственные органы Казахстана на одной IT-платформе. По любому первому обращению человека в госорган будет заводиться административное дело. Ему присваивается уникальный номер. Если госорган не решит спор, то дело со всей историей переписок перейдет в суд и автоматически будет направлено в IT-систему судов. Станет частью судебного производства. Эта система впервые будет применена на практике уже первые месяцы наступающего года. Григорий Беденко, Кинжи Амраев, Алматы, Хабар, 24. В Жамбылской области призеру Олимпийских игр Акжуреку Танатарову вернули 26 украденных лошадей. Скотт увели с пастбища. С заявлением о краже лошадей спортсмен обратился в полицию. Преступление раскрылись за четыре дня. Задержан житель села Жарлысу. Дважды судимый за скотократство. Начато досудебное расследование по статье 188 прим. 1 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть скотократство. В настоящее время проверяется причастность данному преступлению других лиц, а также причастность подозреваемого другим подобным преступлением. Больше тысячи человек получили микрокредиты в этом году в Жамбылской области. Средства на реализацию прорывных проектов предоставлены жителям в рамках госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек». Благодаря финансированию жители региона активно начали развивать растениеводство, животноводство и открыли свое дело. Анастасия Сулейманова расскажет подробнее. Заниматься животноводством житель Жуалинского района Абыл Нур Ахметов начал 13 лет назад. На тот момент поголовье фермера не превышало и десятка коров. Однако мужчина мечтал увеличить поголовье. Воплотить задуманное в реальность удалось благодаря программе развития продуктивной занятости. Получив кредит, сейчас фермер содержит 190 голов крупного рогатого скота. Открыл в хозяйстве и 4 рабочих места. Это хорошая возможность для тех, кто хочет развивать животноводство. Я получил кредит на 10 лет под 6%. Условия в фонде финансовой поддержки очень выгодные. Предусмотрены и годовые каникулы. После них начнем выплачивать кредит. А для многодетных малоимущих семей кредиты на развитие своего дела выдают под 4% годовых. Всего в этом году фонд финансовой поддержки сельского хозяйства по программе развития продуктивной занятости «Янбек» поступило больше 4 миллиардов тенге. Финансирование освоили полностью. Микрокредиты получили свыше 1100 человек. Срок кредита зависит от программы кредитования и выдается до 78 месяцев, то есть до 6,5 лет. Дополнительно очень удобная залоговая политика. То есть, несмотря на материал стен или место расположения, можно предоставить залог. Один из таких требований, самых главных, это срок эксплуатации недвижимости не должна превышать 60 лет. С помощью программы поддержки сельского хозяйства жители региона смогли реализовать ряд прорывных проектов. 80% из них приходится на развитие животноводства. Анастасия Сулейманова, Вахаджан Папаев, Руслан Ахатила, Жамбулская область, Хабар, 24. В Шемкенте опять сдвигают срок сдачи новой газораспределительной станции. Ее обещали запустить в ноябре. Однако на этот раз в планы вмешалась природа, говорят в Управлении энергетики и коммунального хозяйства. Новая станция должна была решить проблему нехватки природного газа в мегаполисе. Подробности в материале Катерины Попковой. Река Ары стала настоящим камнем преткновения при строительстве новой газораспределительной станции. Это почти финал, но специалисты никак не могут проложить трубу под водой, уровень которой резко вырос, мешает течение и песчано-галечное дно. Русло реки уже изменили, задействовали силы спасателей. Трубу необходимо заложить минимум на 5 метров глубиной. Ее уже дважды смывало. Этот проект для Шимкента многообещающий и долгожданный. Подряд на предприятие хотели для города сделать очень, ну, как бы, вроде подарка. Обязались, что это закончат. Ну, вот из-за природы, вот этих, из-за речки мы не смогли завершить они. У нас это, как же, нехватка газа имеется. В том случае, это в зимний период. О том, что, например, это, чтобы развивалось производство, вот такие большие мощности. Для этого у нас нехватка газа есть. Поэтому мы и строим агрессу. Мощности действующих газораспределительных станций на всех не хватает. Год в мегаполисе действовал мораторий на подключение новых абонентов. Его отменили, но те, кто до сих пор мечтает увидеть голубое топливо в своих домах, остались. Жители микрорайона Туран от холода спасают печки-буржуйки в комнатах и полиэтилен на окнах. Это такая альтернатива отопительной системе. Многие и вовсе бросают свои холодные дома и снимают в аренду квартиры, как жильцы этого микрорайона на окраине города. Полностью, почти 90% заселённых здесь, но отсутствует полностью коммуникация, понимаете. Поэтому мы бы просили руководства Акима, пока шли строительство агрессии под станции электрические, нужно было бы ввести параллельно частные, внутрепоселковые газофикации. Сейчас в данное время просто люди выживают. Решить проблему в районном Акимате обещают в следующем году. В ожидании природного газа сейчас и многие предприятия города. Запуск новой газораспределительной станции на этот раз перенесли на несколько месяцев. Специалисты уверены, спешка может оказаться чреватой. Катерина Попкова, Нурмахам Мусатов, Нурмахам Бекмуратов, Шымкент, Хабар, 24. В Казахстане необходимо сократить посевы риса и хлопка. Эта мера позволит сэкономить потребление воды и избежать её дефицита, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов. Ситуации с водой Макзум Мирзагалеев доложил на заседании правительства. Последние три года реки и озера страны находятся в цикле маловодия. Сельское хозяйство – главный потребитель влаги. При этом расходуется она не всегда рационально. Так, площадь посевов риса – самая влаголюбивая сельхозкультура – превышает плановые на 15 тысяч гектаров. Для экономии воды необходимо больше применять влагосберегающие и цифровые технологии, перейти на возделывание менее водолюбивых культур и ориентировать существующие ирригационные системы. Предусмотрено строительство 39 новых водохранилищ. Все это позволит увеличить площадь орошаемых земель и не навредить экологии. – Хотел бы остановиться на вопросе недооценности нашей воды. Как питьевой, так и для нужд орошения и ирригации. И это стоит копейки. В той же картофеле, там всего в себестоимости, стоимость нашей воды по норме полива – 0,07 тенге с килограмма. 0,07 тенге. Если мы в два раза увеличим стоимость, это практически не повлияет. Такими способами, конечно, мы, крестьян, должны будем подвигнуть на то, чтобы они переходили на такие культуры и использовали наименее такие вот щадящие методы полива, которые экономят воду. КОВИД-19, экстремальное снижение цен на нефть и валютные колебания. На фоне всех вызовов этого года фонду Самрук Казана удалось поддерживать устойчивость бизнеса. Свою эффективность доказала действующая система управления рисками. Чистая прибыль фонда должна превысить 400 миллиардов тенге. Как Самрук Казана будет развиваться в 2021 году, расскажем в материале наших корреспондентов. Фонду Самрук Казана удалось не только преодолеть вызовы этого года, но и перевыполнить плановые показатели. Успешно проведена работа по управлению рисками. Валютный долг КТЖ с ноября 2019 года снижен почти на миллиард долларов. Нам удалось поддержать устойчивость бизнеса даже во время распространения вируса с последующим экстремальным снижением цен на нефть и валютными колебаниями. Предыдущие заявления фонда о том, что чистая прибыль сосновой остаются в силе. Мы ожидаем более 400 миллиардов тенге чистого дохода по итогам этого года. Более трети крупнейших глобальных инвесторов считают, что геополитические риски окажут самое большое влияние на общую финансовую стабильность в 2021 году. В связи с этим фонд составил карту рисков на следующий год. Мы все-таки исходим из прогнозов продления пандемии в первой половине 2021 года, но с последующим ослаблением жестких карантинных мер, что положительным образом, конечно, повлияет на выход из периода рецессии мировой экономики и вслед за ней и портфельных компаний фонда. То, что ситуация с коронавирусом будет драйвером рынка еще примерно полгода, кроме нас считают половина пенсионных и суверенных фондов в мире. В период пандемии самрук Казна не допустил сокращения сотрудников, обеспечил непрерывность производства и выплату зарплат. Камила Тастамбекова, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok